Всем привет! Каждому опытному предпринимателю известно, что для работы магазина или салона услуг практически всегда нужна онлайн-касса и какая-нибудь программа для работы с ней. В этой связи у начинающих предпринимателей появляются два вопроса. Как не потратить лишнего и как понять, что выбранный вариант действительно подходит и его не придется выбрасывать через несколько месяцев. У фирмы 1С есть ответы на оба этих вопроса. С вами канал Справочное бюро предпринимателя, сейчас все расскажем. На самом деле, если исключить всякие сложные случаи, то в большинстве небольших торговых точек можно встретить только два основных сценария. В первом варианте, в магазине или в салоне услуг стоит одно единственное рабочее место, на котором и ведется вся работа. И кассира, и товароведа, и менеджера. Тут и покупателей обслуживают, пробивают им чеки. И здесь же с документами работают. Отчеты всякие просматривают. Накладные от поставщиков проверяют и принимают. Понятно, что для удобной работы с документами нужен компьютер с достаточно большим экраном и клавиатурой. Поэтому в этом варианте чаще всего используется универсальное рабочее место на базе недорогого компьютера или ноутбука, на которой устанавливается программа для ведения товарного учета и работы кассира. А к ней подключают какую-нибудь совместимую онлайн-кассу. Выбирают подешевле, если покупателей будет немного. Или подороже, если нагрузка на кассу будет большая. То есть потребуется высокая скорость печати чеков и надежность. Есть еще и второй вариант. Это когда тому, кто работает в магазине или салоне, ни с какими документами работать не нужно. А нужно только обслуживать покупателей и пробивать чеки. Это возможно, например, если работа с документами ведется где-то в другом месте. А товары в магазин привозят свои же сотрудники. Ну или если это салон услуг. И никаких бумаг, накладных и приемок товара там вообще нет. А вся продаваемая номенклатура насчитывает несколько десятков позиций. То есть вам нужно только удобное рабочее место кассира. В этом случае чаще всего приобретают так называемую умную кассу. Ну или как их еще называют, смарт-терминалы. Они представляют собой удобную комбинацию онлайн-кассы и планшета с уже установленной программой для работы. Как правило, такая программа может работать и сама по себе. Когда товары и цены заводятся прямо в устройство. А еще она может подключаться к внешней товароучетной программе. Такой же, как мы описали в первом варианте. Получится разделение труда. В торговом зале работает кассир со смарт-терминалом. А где-то в офисе трудится менеджер на компьютере. Итак, вроде разобрались. В зависимости от ваших задач вам потребуется либо товароучетная программа для компьютера, либо умная касса. Либо, возможно, и то и другое сразу. А дальше начинаются тяжкие муки выбора. Потому что программ на рынке для ведения товарного учета очень много. Как правило, облачных. Они требуют постоянного доступа к интернету. Но есть и локальные, вроде 1С-кассы, которые могут работать и в облаке, и прямо на вашем компьютере. За облачные программы всегда приходится платить абонентскую плату. Локальную 1С-кассу можно купить один раз и пользоваться хоть всю жизнь. Но выбрать вариант все-таки довольно трудно. И причем товароучетные программы отличаются друг от друга набором всяких полезных функций. Причем каждый разработчик нахваливает свою программу и деликатно умалчивает о ее недостатках. И вот попробуй разберись. Со смарт-терминалами выбор немного попроще и поменьше, но все равно придется подумать. На российском рынке сейчас самыми популярными решениями такого рода являются умные кассы Эватор и Эмоскос. Внешне они очень похожи. Есть модели на любой вкус. И с маленькими экранами, и с большими, и со встроенными терминалами для банковских карточек. Стоят они тоже почти одинаково. Разница в том, что для Эваторов есть специальный магазин приложений, где можно найти сотни дополнительных полезных программ. Но почти все они платные. Ага, прикол, да? Так что, если вам не хватит самых простых встроенных функций, то придется раскошелиться на постоянную абонентскую плату. И иногда довольно приличную. У терминалов MS-POS, а мы сейчас говорим именно про те, на которые установлена 1С мобильная касса, подход совсем другой. Приложение 1С мобильная касса ставится на терминалы MS-POS, уже с самым полным функционалом и пожизненной лицензией, включенной в стоимость устройства. То есть, ничего ежемесячно платить не потребуется. Купил терминал и пользуйся на здоровье. Абонентской платы нет. И обновления тоже бесплатны. Вроде выгодно, но есть и обратная сторона медали. Тут нет никакого магазина дополнительных приложений. Так что, если нужного вам функционала в 1С мобильная касса вы не найдете, то ничем это вы уже не исправите. Так как же быть? Как выбрать? А то купишь что-нибудь, и потом оказывается, что ошибся. К счастью, по крайней мере, в отношении продуктов 1С, есть способ бесплатно проверить, подойдут ли они вам. И даже в некоторых случаях продолжить совершенно бесплатно использовать эти продукты и дальше, если они вам подойдут. Начнем с выбора смарт-терминала. Допустим, вы думаете, что приобрести? Эватор или МСПОС с программой 1С мобильная касса? Решение есть. Идем в Google Play и скачиваем там на свой Android смартфон программу 1С мобильная касса. Она бесплатная, и при этом она абсолютно рабочая. Без ограничений, со всем функционалом. И чтобы все как следует попробовать, не понадобится даже никакая онлайн-касса. Заходим в настройки, параметры, оборудование. И выбираем пункт «Устройство печати не используется». Все, можно играться, заводить товары, устанавливать цены и даже пробивать чеки. Пробивать чеки формально, не по-настоящему. Можно изучать программу методом научного тыка. А можно посмотреть полезные видео на этом канале. Или на специальном YouTube-канале с инструкциями, который называется 1С Просто. Только имейте в виду, что часть функций, например, накопительные скидки постоянным покупателям, станут доступными только если вы подключите свою 1С мобильную кассу к товару-учетному приложению 1С. Лучше всего к 1С кассе. Это тоже бесплатно, кстати. Через минуту об этом расскажем. Ну что, познакомились с программой 1С мобильная касса и ее возможностями? Если она вас устраивает и если все, что вам нужно в ней есть, тогда можно смело идти и покупать смарт-терминал MS-FOS с этой программой. Или подключайте совместимую онлайн-кассу прямо к вашему смартфону с программой 1С мобильная касса. Так тоже можно. Даже дешевле получится. Хотя и неудобно. Ну, а если в процессе знакомства вы выясните, что функционала 1С мобильной кассы вам не хватает, то идете и покупаете терминал Эватор. А дальше в магазине приложений выбираете нужные вам дополнительные платные услуги и сервисы. В любом случае это будет ваш осознанный выбор, основанный на изучении реальных возможностей, плюсов и минусов каждого решения. Фу, со смарт-терминалами вроде разобрались. Теперь нужно выбрать одну из множества доступных на рынке товароучетных программ. Действуем по тому же принципу, причем начинаем с самого простого бесплатного решения. Идем на портал 1С, портал.1s.ru, находим там программу 1С касса и нажимаем кнопку подключить. Или еще проще и лучше, прямо в мобильном приложении 1С мобильная касса, жмем кнопку пробовать 1С кассу. В любом случае для вас запустится базовый бесплатный тариф 1С касса в облаке. Да-да, вы снова не ослышались. Бесплатный. Как минимум на 999 дней. К тому же на этом бесплатном тарифе можно вполне по-настоящему работать. Если вам не нужны работы с заказами, торговля маркированным товаром и алкоголем. И если список ваших товаров и услуг меньше 200 позиций. Да, учет товарных остатков на базовом тарифе вы вести не сможете. Но, например, для салона услуг это и не нужно. Кстати, в сфере услуг или уличного фастфуда число позиций номенклатуры небольшое. Так что многие такие клиенты успешно используют бесплатный базовый тариф 1С касса в облаке. И ничего никому не платят. Красавчики на халяву работают, молодцы. У них даже накопительные скидки постоянным клиентам работают. И снова, как и в случае с 1С мобильной кассой, можно изучить все возможности 1С кассы, даже не подключая к ней кассовый аппарат. Для этого в настройках выберите вместо онлайн кассы вариант «Тестовая касса». И программа будет печатать чеки. Естественно, формально. Чтобы вы могли как следует с ней наиграться. А еще загляните на YouTube канал 1С Просто с подробными инструкциями и подсказками. После того, как познакомитесь с возможностями бесплатного базового тарифа, зайдите в настройки и нажмите там на кнопку «Попробовать расширенный тариф». После перезапуска программы вы получите возможность работать в этом самом продвинутом тарифе 30 дней абсолютно бесплатно. Месяца более чем достаточно понять, подходит ли 1С касса для вашего бизнеса. Всего ли вам в ней хватает? И если подходит, значит вам повезло. Ведь 1С касса на сегодняшний день, наверное, самое недорогое решение такого рода на российском рынке. Вам останется только выбрать использовать облачную 1С кассу, платя за нее от 0 до 600 рублей в месяц в зависимости от тарифа. Или один раз заплатить 4,5 тысячи рублей и взять локальный вариант приложения. Иногда удобнее работать в интернете, иногда за своим компьютером, а иногда лучше комбинировать варианты одного с другим. Ну а если после знакомства с 1С кассой вы поймете, что в ней вам чего-то не хватает, не расстраивайтесь. В любом случае вы не потратили свое время зря. Ведь теперь вы гораздо лучше понимаете, что именно вам нужно и сможете точнее сформулировать свои пожелания. Не зря говорят, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать большую половину ответа. Давайте подведем итоги. Программа 1С касса и 1С мобильная касса в ряде случаев позволят вам совершенно бесплатно организовать работу в небольшом магазине или салоне услуг. Кроме того, начав с них, вы можете лучше всего понять, что именно вам нужно и какие функции вы будете использовать. Может быть вас устроят более широкие платные возможности программы 1С кассы. Если нет, то к вашим услугам другие, более продвинутые решения 1С. 1С розница и 1С УНФ. У них есть тоже бесплатные ознакомительные периоды. Правда, их запуск и настройка займут гораздо больше времени. Но в любом случае, двигаясь от простого к сложному, от дешевых и даже бесплатных решений к более дорогим, вы сможете сделать осознанный и правильный выбор программ, которые сделают ваш бизнес успешным. По крайней мере, мы вам этого искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и, конечно, пишите комментарии под видео. Мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся! Продолжение следует...